Эти павильоны суд постановил снести больше месяца назад, но и сегодня здесь идет бойкая торговля. Продавцы сувениров, пляжной одежды, кавказских сладостей, кажется, совсем не беспокоятся о том, что, работая в таких условиях, сами подвергают себе опасности. Данные ларьки расположены на пожарных гидрантах. В случае, если какая-то будет ситуация, оказать помощь даже тем же предпринимателям, которые находятся, осуществляя деятельность в незаконных объектах, это тоже будет представлять угрозу для их жизни и здоровья. Борьба с Лазаревским Шалхаем началась еще в 2011 году. Тогда собственники павильонов, находящиеся в здании рынка ТВС, работающие законно, пожаловались мэру Сочи на самовольно возведенные прямо возле здания рынка объекты. У нас есть собственность. Мы зарегистрированы в налоговой, все платим налоги. А если разобраться, кто осуществляет предпринимательскую деятельность вокруг комплекса, то есть на прилегающем к комплексу земельном участке, муниципальном, осуществляет в основном люди, которые приедут в сезон. Они приехали, деньги заработали и уехали. Мы были на приеме у заместителя Пахомова Чермита Мугдина Мадиновича. Мы обращались письменно. Мы считаем, что он принципиально правильно подошел к решению вопроса. И у него только позиция такая. Все, никаких скидок. Вот как положено по закону, так и должно быть по закону. За шесть лет прошло несколько судебных процессов в судах разных инстанций. Кроме того, то, что торговля ведется с нарушением норм, доказали выводы экспертов. Эта экспертиза показала, что на рынке ТВС идет нарушение пожарных норм, санитарных норм, именно строительных норм и правил. В общем, полное нарушение всех норм и правил. В соответствии с этим, арбитражный суд, изучив данную экспертизу, принял решение об удовлетворении требований администрации. Причем в полном объеме. И по результатам экспертизы было выявлено уже не 18 литеров, которые подлежат сносу, а 24 литера. Суд дал ровно месяц фирме ТВС на исполнение своего решения, но время прошло, а павильоны по-прежнему работают. Частично разобрали только одну незаконно возведенную конструкцию, ту, что расположено дальше всего от популярных торговых рядов. И теперь администрация города подала новый иск о принудительном сносе рыков. Тем временем 40 предпринимателей, законно владеющих торговыми павильонами в здании рынка, бьют тревогу. На втором этаже торговля практически не ведется. Пожарные выходы перекрыты, кондиционеров нет, покупателей тоже. Всех перехватывают еще по пути к рынку те самые незаконно возведенные ларьки. Магазины собственников, смотрите, все пустые. По плану и по закону после исполнения решения суда на этом участке должно остаться только основное здание рынка. Еще по двум объектам пока ведутся суды. А все остальные постройки, в том числе этот забор, подлежат сносу. На освободившейся площади разместится парковка для посетителей торгового комплекса. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.